Сейчас мы сначала разберемся с бумажками. Можно полцепендуть? Потому что у нас вообще 5 минут. Я 5 минут. Я знаю, что сейчас приеду, сейчас начнется. Я же 5 минут, я же немного. Я же для этого специально приехал. Есть ли такая проблема в Коренихе детское пьянство? Детское. Мы ликвидируем детское пьянство. И подростковое, и наркомания. И если есть, то что делать? Как может помочь здесь именно Владимир Дмитриевич? Если нет такой проблемы, и все, мы тему закрыли. Как бы проблема, как проблема, это не стояло. Есть случаи, но как проблема, как массовая. Я понимаю, проблема, это когда массовая, когда есть организации, которые завлекают в это дело, когда это массовые истории и случаи. То как бы было в своем время, как вы знаете, 74-84 год рождения детей, там был всплеск, там были эти самые. Как бы как проблема сейчас, пока это не стоит остро. Случаи есть, мы проводим рейс, где-то там. Как вы думаете, торгуют в ваших магазинах? Сколько тут магазинов всего в Коренихе? Всего в Коренихе? Или всего... Точит, где торгуют? Где торгуют? Спиртным и... Ну, вы, я понял, назовите вашу должность. Моя должность начальника отдела социального развития в Коренихе. То есть я не председатель поселкового совета, не торговые точки, я не контролирую. Владимир Дмитриевич сейчас приезжает к кому? К вам? К вам непосредственно. А мне что-то казалось, что он приезжает... Не ко мне, а непосредственно. Знаешь, конься мой в Коренихе, понимаете? Ну, вы его встречаете сейчас. Ну да, но я возглавляю отдел, который в этой... Который вы проезжаете. Серьезно. А есть председатель сельсовета? У нас нет сельсовета. Что у вас? А какая у вас? У нас отдел социального развития заводской администрации. Мы относимся к заводской администрации. У нас только отдел здесь, который... Я понял. Сколько точек по продаже вот здесь у вас в Коренихе? Спиртных специально зарегистрирован. Спиртных три точки. Три точки всего? Да. А неофициальных? А неофициальных? Как вы думаете? Это надо умилиться и спрашивать. А где участковый? Он будет сегодня здесь? Будет сегодня. Он будет участковый? Да, да, да. Вот с ним как раз... Вот с ним мы на эту тему. Пожелание нашему движению. Родители против наркотиков. Пожелайте что-нибудь на ближайшие полгода. На ближайшие полгода, чтобы проблем не было. Не у родителей, чтобы проблем не было. И единичные случаи быстренько убирались и искоренялись. Спасибо. Спасибо. Поехали, поехали. Что у тебя за грамоты такие? Ты смотри. Серебряков написал. Чухно. Кто такой Чухно? Еще вот есть две. Гладун. Да. Кировский. А что кировский? А я там депутат. Ну. Это управление. А вот еще самое главное. Вадимир Дмитриевич. Да, Владимир Дмитриевич. И начальник управления культуры ОМ. А за что ж тебе грамоты понадобали? За сумлинную прачу, ваговую особистую. Так, переводи мне. Ты знаешь, у меня с украинским мовой очень люблю. В общем, что такое сумлинно? Сумлинно? Что такое сумлинно? Ну, такую преданную вообще и отличную, активную работу. Ну и что ты активно работаешь, преданно? Преданно. Ну, вот есть у нас такой вот лист, где у нас есть росклад занятий нашей городки в Будинка культуры. Такие листы мы развешивали в маршрутках, чтобы наши дети, родители, детей знали, что Дом культуры работает. Каша, а водку тут продают вот от твоего Дома культуры? Ты же знаешь, что у тебя возле Дома культуры, я насчитал, несколько ганделиков. Понятно, что ты их закрыть не можешь. Тут зарегистрированные магазины. Да, да, да. Водку там продают детям, пивом? Продают. Как ты так уверенно говоришь, что ты знаешь, что ли? Ну, а где они тогда берут это пиво? В субботу и в пятницу вечером, вы знаете, то, что происходит где-то в часов 10, в 9 вечера уже, говорится, дети трезвыми. Иногда порой тяжело видеть трезвого. В городах они не везут, наверное, да? Ну, конечно, нет. Помнишь раньше, когда мы... А, ты же не помнишь? Нет, не застала. Ты не застала в то время, когда было два магазина виноводочных в городе Николаеве? Не застала. Ты какого года, кстати? Восемьдесят третьего. Восемьдесят третьего? Да. Ты как сын у меня восемьдесят третьего. Точно. Ну да, дедя Юрой называй меня. Все правильно. Дедя Юрой. Слышишь, ну а как, можно их как бы попросить, чтобы они не продавали? Как ты думаешь? Ну, пока сейчас попросим, а через недельку посмотрим результат. Ага. Ну, а участковые тут нормально, меняемые? Надо участкового попросить. Не могут они. А, слушай, участковые, если это магазин официально зарегистрировано, у них есть лицензия на продажу спиртных напитков. То есть участковый же не будет сторожить, правильно? У него своих, честно говоря, дел предостаточно. А он вообще понимает? Ну, это да, это к нему вопросы. Да. Это понятно. А как его зовут, чтобы я уже? Александр Викторович. А вообще, ты давно живешь в Малой Коренихе? Большой. Это Великая Корениха. А, это Большая. Видишь, я путаю. Это Большая, это Ближняя Корениха, Большая. Ты давно здесь живешь? С девяносто седьмого года, по-моему, да. С девяносто седьмого года. Ну, как тут народ такой трудолюбивый? Ну, честно говоря, сейчас многие люди, коренные жители Коренихи, почему-то выехали в город. И сейчас у нас много приезжих. То есть вообще, как говорится, других людей, посторонних. Пьют много, в общем-то, одним словом? Пьют. Вот, в основном, старожилы, по-моему, да. Мужчины, в основном мужчины, честно говоря. Ну, молодежь... Ну, и женщины, да? В основном мужчины, ну, и женщины. Ну, надо еще не забывать тот факт, что у нас здесь рядом находится городская свалка. И вот, кстати, может мы с вами, если мы до вечера здесь с вами побудем, выйдем на улицу, и мы увидим, как эти люди будут идти с работы. То есть это их работа там с тачечками, с специальными приспособлениями, как они роются на этой свалке. То есть они все, как цыгане, черные, вот, хоть они и славяне по национальности. Вот. И, конечно, все эти люди не в треслом состоянии. Ты нормально, ты мне рассказала историю. Ну, и дети, конечно, там уже как получится. Дети у них как получится, да? Ну, вы знаете, наркомания, алкоголизм, она же затрагивает все свои общества. Как говорится, от бедного до богатого. То есть это, знаете, такая зараза, которая не спрашивает даже о твой статус. Она зайдет в каждый дом и в каждую квартиру, если она этого захочет. Сейчас будем думать, как сделать так, чтобы ветеранам войны помочь. А ну, Иван, Иван. Да, да. Участковый на месте, работа. Да, Ден. Что будет? Вопрос по газу. Да решился, как его душковое отношение. Мы сейчас думаем о том, как это сделать. Этот проект находится в разработке. В общем, я возвращусь к этому вопросу, потому что без газификации школы, без пыльной воды не может быть нормального. Встроительский сад, но мы не будем пока. А, нам не надо выход. Это школьный комитет. Нет, ну, ничего. Ну, зайдете, зайдете. Доброго дня всем. Поповедаем его. О-о-о! Поповедаю вам. Доброго дня. Доброго дня. А что только пришло вот с наради головы обл.дадміністрации. Что сегодня уже пришла техника, чтобы ремонтировать до конца договора. З понедельника включимось. Ну, вместе ремонтировали, уже выплачили. Но денег уже нет. Мы так попрощаем. Идем. Но слава Богу, что мне верят в государство. И сейчас прислали. Нам нужно 25 миллионов отримать, чтобы завершить эти работы, которые мы порезали дорогу. Потому что их надо ремонтировать. Ну и сейчас. Дайте, дайте, дайте. Кошки нет. Кажут. Место отримало сегодня 1 миллиард 95 миллионов. Заработок на платня, нарахование, пенсия, лек, дитям, отпочинок, стебень. И вот все деньги. А на развитие? Немало. Даже на житло-комунальное господарство в этом году самое не меньше. Всего 23 миллиона. У нас завершено 70, 80. А сейчас 23 миллиона. Депутаты настоящие въявляли еще депутатские на их повноважение. Ну, треба надавати. Але ж треба надавати перше на виконание. А потом уже дай, дай. Заработайте. Депутаты, вы заработали? Всі предприемцы. Свою кишень идите. Давайте. Ну, допомогайте. Они бедные. Ей не дядь уже. Ну, значит. Але треба працювати. Зараз все идуть на выборы. Я говорю, а я на выборы не беду. Идите сами на выборы. Послушайте, что люди потом скажут, да? Хочете про себя что-то познать, идите на выборы. Все люди поросповедают. Починаем работу тогда.